Столица расцветает во всех секторах Кишнева. Работники Ассоциации зеленого хозяйства принялись обустраивать цветники и клумбы. В этом году на цветы было потрачено больше миллиона леев. Столичный градоначальник обратился к правоохранительным органам с просьбой обнародовать данные недобросовестных граждан, которые воруют растения с клумб и уничтожают зеленые насаждения. Счет идет на часы, когда лето уже стучится в окно, пока в столице установилась пасмурная и дождливая погода. Сотрудники Ассоциации зеленого хозяйства принялись наводить в городе порядок и красоту. Ранним утром эти женщины высаживали цветы около моста на телецентре. Вооружившись недюжинным терпением, стоя на платформе подъемника, работницы муниципалитета высадили больше 200 вазонов. На противоположной стороне улицы, тем временем, другая бригада рабочих красила бордюры. Это краска или известь? Что далее, тем и красим. А чем лучше, красить или белить известью? В своем дворе каждый пусть выбирает на свое усмотрение, а мы чем далее, тем и работаем. А не смается? На улице дождливо. Если дождь усилится, мы остановим работы. Она сразу высыхает. За что же браться первым делом? Ремонтировать аварийные участки дорог или же облагораживать клумбы и зеленые насаждения? Этот вопрос мы задали прохожим. Мнения разделились. Правда, с одним все же кишиневцы согласились. На столичных улицах должно быть чисто и убрано. Очень красиво. Я рада, что в Кишиневе наводят порядок. Всегда будут проблемы поважнее. Не уделять внимание внешнему виду города тоже нехорошо. Есть проблемы серьезнее цветов. Вас только цветочки интересуют. Нужно расставлять приоритеты. Дороги, конечно, плохие, но и красоту тоже нужно наводить. Гуляет молодежь, детки играют, пенсионеры выходят на улицу. Приятно, когда кругом цветы. В этом году на обустройство цветников во всех секторах Кишинева было выделено больше миллиона леев. Люди добрые, не губите красоту! С таким призывом в Фейсбуке обратился к кишиневцам столичный градоначальник и попросил полицию обнародовать именно тех, кого поймают за уничтожением растений или воровством цветов из клумб.